Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. Дорогие друзья, вот и мы к вам вернулись, но теперь мы не одни. Теперь помимо Влада Кутузова и Валерии Майоровой у нас в студии появился интересный гость. Да, у нас замечательный гость. Сегодня у нас в гостях здесь на стране ФМ Евгений Большаков. Коммерческий директор квартала апартаментов бизнес-класса Only. Евгений, доброе утро. Спасибо, что пришли. Доброе утро всем. Доброе. И сегодня в течение часа мы как раз таки будем говорить про бизнес-класс Only, про то, как идет строительство, что предлагаете вы своим покупателям. И я предлагаю начать с того, что мы на него посмотрим, на апартаменты бизнес-класса. Давайте. Все-таки нам осталось полгода до сдачи. Посмотрите, что получится в конце. Вот, это круто. Давайте, друзья, прямо сейчас это сделаем. Посмотрим ролик. Only – это апартаменты бизнес-класса с готовой отделкой. Для тех, кому достаточно лучшего. Кто умеет замечать детали. Потому что именно в деталях кроется самое важное. Это возможность жить рядом с тихим парком и за 10 минут доезжать до центра города. Это апартаменты с готовой отделкой. Но именно вы наполните интерьер своей индивидуальностью. Only – достаточно лучшего. Ну что, друзья, еще раз доброе утро, Евгений. Ну и начинаем, пожалуй, говорить сегодня о том, что мы только что увидели в ролике. Апартаменты бизнес-класса Only. Где-то год назад компания Central Properties объявила, что будет построен этот огромный, качественный, красивый бизнес. Квартал этого. Квартал, да. Бизнес-класса Only в течение рекордного совершенно срока. Вот сейчас, мне кажется, не так много времени осталось. Срок подходит? Получится держать обещание? Или все-таки будете увеличивать сроки? Три месяца остается буквально, да? Нет, нет. Полгода. Три месяца до госкомиссии. А, вот, да, да, да. Получается. А потом мы еще берем полгода, чтобы сделать отделку частовую. Потому что мы одни из немногих, кто делает частовую отделку полностью. А бизнес-классе вообще единицы таких. И мы первые, кто сдадимся в Москве. Вот просто знаете, какой вопрос, да? Получается, что не на скорую же руку, качественно, дорого, богато, получится вот в эти сжатые, действительно сжатые сроки все это воплотить? Вот обычно срок строительства, это где-то 3-4 года. Соответственно, и как это происходит все? Сначала строятся корпуса, скажем, железобетон. Потом закончили, там до последнего этажа зашли. Потом начинается инженерия. Потом после инженерии начинается еще какой-то процесс. Там лифты, потом отделка общих помещений, зон и так далее. А мы понимаем, что, скажем так, для человека, который хочет купить, каждое ожидание месяц, даже не то, что год ожидания. Это, во-первых, там риски возникают, у него там разные желания, опять же, въехать в новое. А просто еще, так как большое количество ипотеки сейчас у людей, то каждый месяц ипотеки ты платишь, ну, не живешь там. Соответственно, мы для себя ставили сразу задачу с самого начала, что мы должны уложиться в 2 года. И на площадку мы вышли в мае прошлого года. Соответственно, сейчас у нас, ну, получается, мы закрыли тепловой контур, так называемый, ну, сейчас фасады уже. Инженерия там смонтирована процентов, наверное, на 20 разное. Получается, через 3 месяца мы с госкомиссией сдаемся. Госкомиссия, это, чтобы мы понимали, после этого в классике, если без отделки, можно отдавать ключи. Все, все сдано, все приняли, государство сказало, построили то, что обещали. И мы таким образом уложились бы где-то в полтора года. Но мы берем потом еще полгода, чтобы сделать чистовую отделку. Чистовая отделка, это после этого можно внести только мебель и жить. Вот достигали мы этим простыми вещами. Процессы технологические, они те же самые, как всегда. Бетон должен столько-то сохнуть, там, не знаю, стяжка должна отстояться 30 дней. Все это сохраняется. Там же куча нормативов. Нормативы, все, естественно. И, кстати, государство очень хорошо это контролирует. То есть специалисты каждую неделю на стройке принимают определенные работы, подписываются акты скрытых работ и так далее. Просто мы этого добивали за счет запараллельного процессов. Получается, мы строим этаж за этажом, бетон льем. Начиная с восьмого этажа, мы уже начинаем инженерию кинуть с минус первого этажа. С несколько процессов параллельно идут. Получается, как только мы закончили последний шестнадцатый этаж, а инженерия уже на восьмом и приближается к концу, к примеру. Соответственно, инженерия поднялась выше восьмого этажа, можно делать внешние стены блоками, выкладывать внутренние, а позже еще делать жестяшку и так далее. Все процессы просто немножко как с накладкой. Таким образом мы укладываемся полтора-два года. Евгений, прям секундочку, у нас немного времени осталось сейчас, вот на данный момент. Жестяшка, это что, не всем понятно? Кто? Жестяшка, вы сказали, делаем? Стяшка, стяшка, стяшка. Я просто хотела сказать, что там ведь восемь шестнадцатиэтажных корпусов. Да, ну на самом деле не все знают, не все живут в Москве, наши зрители и радиослушатели, получается. Нужно немного сказать, что квартал апартамента бизнес-класса «Одли» находится, получается, в западном округе Москвы, напротив Москва-Сити, на берегу Москва-реки. Там, получается, в пяти минутах ходьбы от огромного Филевского парка, по-моему, на самом большом... Живописнейшие места, между прочим. Да, вместе с Суворовским парком. Десять минут до метро Фили и метро Шелепиха. Получается, вот это вот начало, скажем так, всего района на берегу реки, и вот это мы. Друзья, напомним, в гостях у нас Евгений Большаков, коммерческий директор квартала апартаментов бизнес-класса «Одли». Мы к вам вернемся через несколько минут. А нам так легко и приятно общаться. У нас в гостях сегодня Евгений Большаков, коммерческий директор квартала апартаментов бизнес-класса «Онли». И, друзья, если вас уже заинтересовал этот квартал, то вы можете позвонить по телефону 8495-241-5505. Я повторю еще раз. 8495-241-5505. И вы получите ответ на все ваши вопросы. А те, кто привыкли смотреть в интернете, заходите на сайт onlydefizofili.ru. Там все очень подробно. Вы сможете посмотреть. Я знаю, что ваш сайт, он какую-то награду получил в сфере недвижимости. В профессиональной среде в этом году мы получили как лучший сайт рунета по недвижимости. Ну, он принимаетесь кузовами. Он не застройщик. Это, соответственно. Евгений, вот о чем хотел спросить. У вас же можно приехать на экскурсию. Непонятно, что такое экскурсия. Ну, условно говоря, приехать, посмотреть, как. Это все, шоурун, да, и так далее. Ну, так как мы с отделкой, то человеку очень важно понять, как это будет выглядеть. Даже не на рендере, не на картинке, которую нарисовали там дизайнеры. Хочется же потрогать материалы, походить по полу. Я вам больше скажу, что иногда смотришь картинку, все нравится, а потом приезжаешь, хватаешься за голову и рвешь себе волосы. Вот, вот, соответственно. Поэтому мы прямо на Заречной улице 4Б у нас адрес. То есть, если приехать, там в Яндекс.Навигаторе убить, или просто записаться по телефону, то там находится двухэтажный офис продаж. Получается, там, где мы ждем, получается, наших, как сказать, уже потенциальных покупателей, будущих друзей, потому что мы все-таки так хорошо относимся к нашим покупателям. Каждое утро мы печем круассаны. Сами, там, в печи. Ой, какая прелесть. Утром прекрасный запах. Соответственно, зовем, на самом деле, на чашку кофе с круассаном. И там уже ответим на вопросы, какие любые, которые возникают. А весь второй этаж, он, как раз, представляете себе, шоурум. Там даже один апартамент в полном размере, полностью один из планировок вообще воспроизведен. Со всей мебелью и так далее. Там же можно посмотреть все материалы полностью до любого вида отделки. Так как мы сдаемся еще с кухнями в подарок, которые итальянцы у нас спроектировали, стильные кухни их физически производят. Кухня у нас со встроенной техникой электролюкс. Получается, все виды кухни тоже представлены. Можно потрогать, открывать, протестировать. У тебя подключено холодильник, холодильник и так далее. Слушайте, как приятно все это слышать. Я просто один раз была на такой вот прям экскурсии в шоуруме. Набрали толпу огромную, прогнали голопом. Даже я говорю, дайте потрогать, дайте посидеть. Вот вы здесь посмотрели, здесь посмотрели, идем далее. И человек, он как-то выходит, у него смутное ощущение, что его обманывают. А здесь вот дается людям свободное время, чтобы прямо расположиться. Есть закрытые переговорные, где можно спокойно сесть, не в общем зале там где-то, и любое угодное время обсудить, задать любые вопросы. Опять же, там вот этот второй этаж шоурум ходите. То есть мы можем вас оставить, там вы будете самостоятельно с супругой или супругом. Обсудите, сами потрогаете без чужих ушей, обсудите и потом вернете с вопросами. Для чего? Все для вас. Если надо будет, то и проведем настройку, покажем. Выдадим каску, наденем жилетку, прочитаем технику безопасности, распишем в журнале и пойдете на стройку. Друзья, еще раз хочу напомнить, если у вас появились какие-то вопросы, если у вас появилось желание приобрести апартаменты бизнес-класса «Онли», то вам нужно прямо сейчас позвонить по телефону 8495-241-5505. Там даже, может быть, вдруг нежелание купить еще, просто что-то узнать. Мои коллеги просто ответят на все вопросы. Мне кажется, даже просто на экскурсию сходить так приятно. Позвольте себе, вот прийти, выпить чашку кофе, скушать круассан, а там уже появится мечта и возможность как-то реализовать себя дальше. Это же заманчивое предложение, в конце концов. На самом деле, недвижимость с такой тяжелой темой, потому что большинство людей покупает один раз в жизни. И не то, что хотят. Да, и не то, что хотят. Поэтому наша задача просто дать как можно больше информации с этой комфортной условия, человек сам решит. По моему четкому убеждению, человек должен в какой-то степени влюбиться в будущий продукт, потому что ему там жить. И вот это вот ощущение, что это то, о чем я мечтал, оно должно быть. Соответственно, поэтому мы все рассказываем, показываем. Нам есть чем гордиться, есть уникальные какие-то вещи. Могу рассказать тоже. Ответственный человек. Евгения, давайте мы прямо сейчас прервемся надолго, а потом вернемся в эфир. Друзья, у нас в гостях Евгений Большаков. Коммерческий директор квартала апартаментов бизнес-класса «Онли». Через несколько минут мы вновь в эфире. Еще раз приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. У нас происходит здесь совершенно удивительно интересный разговор с нашим гостем Евгением Большаковым, коммерческим директором квартала апартаментов бизнес-класса «Онли». Здравствуйте. Здравствуйте, Лера. Доброе утро еще раз. Евгений, очень важный вопрос для всех, кто покупает жилье, и неважно какое. Вот бывают такие случаи, у нас-то часто было, не у нас, в смысле у нас, а вообще у нас в стране, когда людям обещают чистовую отделку, приходят люди, значит, туда и понимают, что никакая это не чистовая отделка, а что нужно еще на ремонт потратить нереальный километр денег и километр времени еще больше всего. Чаще всего чистовую отделку не обещают, все-таки ее мало еще пока, но рынок двигается в эту сторону. Вообще за рубежом вы не сможете купить любую недвижимость без чистовой отделки. То есть как так, кто-то будет по уже готовых лифтах возить песок и цемент, соответственно, оббивать углы в готовых ваших же коридорах и так далее. Это логично, кстати, очень. Соответственно, дизайнеры заранее создают варианты, если вам нравятся, если вы именно хотите эти материалы, этот внешний вид вашей будущей квартиры, соответственно, вас все устраивает, то есть человеку делается. А по большому счету, что важно, что такое чистовая отделка, товарищ Тарвинович, соответственно, это ровный стенный пол. Пол и стены, простите, соответственно, это в нашем случае пол это паркетная доска дубовая, соответственно, ровные гладкие стены, шумоизоляционные материалы, чтобы снизить уровень шума. Соответственно, это на месте уже вся стоит электрика, выключатели, розетки, их достаточное количество. Более того, мы сразу же заранее сдаем все с включенным интернетом и Wi-Fi, соответственно, и телевидением. Вам останется воткнуть только в розетку телевизорную, там места уже все подготовлены, и шнур, перевезенный опять же в специальную розетку, и все, он у вас уже есть. Это прекрасно. Для многих людей этого более чем достаточно. Соответственно, санузлы, это вся немецкая сантехника, это компания АМПМ и Хэнс Гроэ, это все подключено, все сделано вплоть до тумб и места установки стиральных машин, выводы под воду и так далее. Вам опять же подключить стиральную машинку и все. Я вот хотела бы рассказать, что здесь не может быть разочарования, потому что люди берут не кота в мешке, все материалы прописаны в договоре. Да, и материалы в договоре тоже прописаны. И, соответственно, кухня, про которую я уже говорил, она уже стоит, она уже подключена, вся техника подключена. Соответственно, вы подписываете договор, скажем так, передачи, где мы и наши партнеры, кто кухню производил, несут ответственность, гарантийные сроки и так далее. Получается, вам останется внести мебель, повесить какие-то, не знаю, свои фотографии, картины, занавесочки. Кстати, в каждой комнате, скажем так, сделаны скрытые крепления штор. Получается, они уходят вверх, как в дорогих хороших отелях. Ой, вот в нюансах вся прелесть, да? А там, кстати, в нише еще можно заложить стадионную ленту, управлять ее, к примеру, и подсветкой еще. Возможно, такая есть. Слушайте, мы потом о ней поговорим обязательно. И более того, вот еще в качестве такого вишенка на торте, наверное, каждому покупателю мы в подарок даем кладовую на минус первом этаже. Соответственно, сезонные какие-то вещи, спортивные какие-то снаряды, там, велосипеды и так далее. Сноуборды. Сноуборды. На минус первом этаже кладовая, где можно все это хранить, освободить пространство для жизни и спокойно, ну, как бы, жить. Это, Евгений, чтобы уточнить, это вот внизу дома уже, да? Ну, подвал, что мы раньше называли. Ну, по большому счету, да. То есть часть под двором – это парковочное пространство, соответственно. А под домами непосредственно это уже там кладовые находятся. Ну, и давайте еще раз проговорим, что выдача ключей 1 июня 2018 года. То есть вот на эту дату вы можете смело рассчитывать, и в офисе даже есть некое табло электронное. У нас три табло, получается, в офисе продаж. На сайте вы можете зайти и посмотреть. Соответственно, там идет обратный отчет на 9 утра 1 июня следующего года. И, более того, на корпусе, который выходит на Шепихинский мост, в сторону набережной, мы сделали огромное 30-метровое табло, где там то же самое идет. То есть мы заявляем, подписываемся, как говорится. Что все будет сдано в прошлое. Друзья, у нас в гостях Евгений Большаков, коммерческий директор квартала апартаментов бизнес-класса «Онли». Совсем скоро мы вновь к вам вернемся. «Утро страны» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Слушайте, а нам никуда выходить не надо, потому что мы замечательно сидим и замечательно общаемся. Коммерческий директор квартала апартаментов бизнес-класса «Онли» Евгений Большаков у нас в гостях. И, друзья, я сразу хочу вам напомнить, если вот Евгений Большаков не полностью ответил на все ваши вопросы, хотя он исчерпывающе дает информацию, можете прямо сейчас позвонить по телефону 8495-241-5505. И там уже вам дадут полностью исчерпывающую информацию. Или заходите на наш сайт «Онлидефизфили.ру». Там тоже очень много информации, все подробно. Евгений, я вообще никак, с вашего позволения, не могу успокоиться по полу чистовой отделки. Уж очень... Давайте, давайте. Смотрите, в чем вообще большой плюс и в чем выгода человека, который покупает с чистовой отделкой? Вот почему? Да, давайте такое простое упражнение сделаем. Сравним квартиру, получается, без отделки. Как классически сдается. То есть бетонные стены, бетонный пол. Вам дается источник, где вода будет приходить. И источник электричества. И стоят еще как максимум... Ну, не максимум, а стоят окна. Все. И то, что вы покупаете с чистовой отделкой. Возьмем такие, чтобы сравнивать одно с другим. 50 квадратных метров там, 50 квадратных метров здесь. У нас с отделкой. А стоимость чистовой отделки для нас, для козостройщика, то, что мы покупаем вообще-то материалы оптом и работы тоже оптом. 40 тысяч рублей. Соответственно, 200 тысяч рублей примерно средняя стоимость вот у нас в квартале. Итого 50 квадратных метров на 200. 10 миллионов рублей. Это некая такая вот покупка, стоимость покупки. 40 тысяч рублей за квадрат. 50 квадратных метров. Итого 2 миллиона рублей человеку придется потратить для того, чтобы перевести ту покупку без отделки в состояние, когда можно въехать. Это не считая времени, которое примерно полгода минимум. Так для него же, наверное, это не будет 40 стоить. Для него это будет больше стоить? А, для него это будет больше, потому что это мы берем оптом, скажем так, договариваемся напрямую с производителя. Причем в этом случае больше, чуть ли не до бесконечности. Ну, самое страшное, на самом деле, это же не в деньгах, а в том, что полгода приходится проводить время с бригадами, приезжая туда, проверять их работу, проводить все выходные на строительных рынках, магазинах, выбирая там что-то и так далее. Летит на верную срыву. Евгений, даже менять их и не один раз. Люди знают, о чем я говорю, которые делали ремонт. Получается, мы уже сэкономили с вами 2 миллиона рублей. Потом все забывают, что еще есть стены, которые занимают площадь. Купив там те же самые 50 квадратов, вы поставите стены, и ваша площадь, квартира уменьшится. Соответственно, стены занимают обычно от 5 до 10 процентов площади, на самом деле, на зависимости от конфигурации, количества комнат и так далее. Ну, для упрощения 10 процентов возьмем, 5 квадратных метров. Соответственно, вы получите либо 45 на выходе, либо вам надо будет купить 55, потратив еще миллион рублей, чтобы превратилось у вас жилье в 50 квадратов. Итого добавим еще к тем 2 миллионам. Дальше, как я уже говорил, мы всем покупателям дарим кухню. Кухню итальянского дизайна, произведена стильными кухнями, со встроенной техникой электролюкс. Коммерческая стоимость такой кухни около 500 тысяч рублей. Соответственно, плюс кладовая, которую также обычно продают, там от 300 до даже 800 тысяч рублей стоит, возьмем 500. Итого 2 миллиона рублей мы с вами сэкономили на отделке, миллион рублей на стенах и миллион рублей на кухне и кладовой. 4 миллиона при покупке в 10 миллионов – это выгода 40 процентов. Примерно вот такая вот логика, она к любой площади, к любой покупке с отделкой. Когда вы сказали про кладовую, я сразу вспомнил про зимнюю резину, с которой вечные проблемы, ее некуда девать. Теперь уже есть, да. Друзья, напомним, у нас в гостях Евгений Большаков, коммерческий директор квартала апартаментов бизнес-класса «Онли». И если вы хотите задать какие-то вопросы, то звоните 8495-241-55-05, 8495-241-55-05. Мне кажется, уже сейчас все скажут, мы любим квартал апартаментов бизнес-класса «Онли», потому что так вы прекрасно рассказываете, Евгений. И вот момент у нас повис с планировкой, что люди придут и что они там могут для себя подобрать. Да, минимальное количество комнат, максимальная площадь, самая маленькая и самая большая площадь, которая есть. Не комнат, а спален. Да, вот об этом Евгений сейчас расскажет. Ребята уже знают, что мы считаем по количеству спален, так принято во всем мире. Соответственно, апартаменты с двумя спальнями, это две спальни. Одна из них взрослая, мастер спальню называют, либо хозяйская. У нее обязательно есть своя гардеробная и своя ванная, соответственно. И плюс еще есть детская спальня, либо, может, кабинет и так далее, у которой есть свой санузел, соответственно, и душевая кабина. То есть это все относится к такой приватной зоне. И есть некая общая, это гостиная, объединенная с кухней, это большое пространство, где, во-первых, ваши гости могут находиться, соответственно, и своим санузлом пользоваться. А у вас есть свой, интимный, скажем так. Ну и опять же, вся семья может встречаться утром за завтраком, либо вечером за ужином в большом пространстве, не в каком-то разделенном, вот небольшая кухня, а вот зал. То есть как-то во всем мире уже принято, что вот это все одно. То есть получается, у нас есть четкое деление на приватные и общие зоны. Ну и если говорить про планировки, это 19 типов планировок. Соответственно, можно выбрать, ну, скажем так, не могу сказать любому, но подобрать, по крайней мере, то, что тебе нравится. Соответственно, это студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями. Площади это от 29 метров квадратных до 125 метров, соответственно. Опять же, они смотрят какие-то в красивый двор, какие-то смотрят на город, на реку или на сити, соответственно, либо на уже сложившийся район Фили, там, который красивый, в сторону Филевского парка. Каждый выбирает сам себе. Кто-то говорит, я не хочу видеть огни сити, там, мне достаточно города уже в течение дня, я хочу вот спокойствие. Окей, у вас есть двор, очень красивый, вы, соответственно, там, тишина, там ничего не изменится, там, соответственно, нет звуков лишних и так далее. Или наоборот, кто-то хочет, я хочу чувствовать биение города, мне вот нужно, чтобы сверкали башни, огни и так далее. То есть, тем тоже есть. Я не могу себе представить человека, который не хотел бы увидеть вот... У нас еще есть две планировки, в которых есть в ванны, в ваннах окно, соответственно. Это история, когда, о, девушки реагируют, соответственно, еще... А ну как, куда оно выходит? Так, они, кстати, в сторону реки и сити выходят. Соответственно, вы же знаете... Ну, а ну и цветок, и ты лежишь, вся такая королевая. Стоя по душам и глядя на Москву и сити. Ну, раз мы уже все-таки вышли во двор, я знаю, что во дворе у вас какая-то уникальная эмоциональная подсветка, которая настраивает человека и в начале дня, и в конце. Я бы рассказал отдельно про двор, отдельно про подсветку. Они соединяются во дворе, но в целом это две разных таких вещи, которые мы гордимся. Не у всех они есть, и вообще нет. А не двор подсветка, в смысле подсветка дома самого здания, да, имеется в виду? У нас, если говорить про подсветку, мы реализовали единственное в России, кстати, такой проект, как эмоциональная подсветка. Значит, она делится на две части. Первая — это внешнее, архитектурное, скажем, про здание. Если вы помните, высотки или какие-то исторические здания подсвечивают какими-то такими вот лампами, да, соответственно, у нас здание подсвечивается, причем подсвечивается специальным цветом, который мы выбирали, называется янтарный. Светодиоды для них производят только в одном месте в Японии на заводе. Соответственно, это специальное оттенок, которое вот, называем его теплой ламповый. Янтарный цвет, амбер. Это желто-оранжевый, да, получается? Ну, желто-оранжевый у него теплый такой. Уютный. Так как город сейчас переводит всю дорожную сеть на холодный синий цвет, это постепенно заменяется на диодные лампы, то есть это такой прям холодный свет. Агрессивный, я бы сказала. И мы, получается, вы едете домой по мосту, и вот этот теплый островок безопасности вашего дома вот издалека будет виден. Это такая одна часть этого освещения. А вот про вторую часть давайте мы расскажем чуть-чуть попозже. Друзья, напомним, Евгений Большаков, коммерческий директор квартала апартаментов «Бизнес-класса Онли» у нас в гостях, и мы вернемся к вам очень скоро. Друзья, еще раз всем доброго утра. Напомним, в гостях у нас Евгений Большаков, коммерческий директор квартала апартаментов «Бизнес-класса Онли». Мы закончили... Остановились на самом интересном месте. Вы сказали, что во дворе какая-то уникальная подсветка. Да, получается, если внешняя часть, это неизменный вот этот желтый-теплый цвет, то в случае двора там лампы, которые изменяют цвет и меняют еще, так надо сказать, понятие тепловое, теплое, теплое и холодное, может быть. Соответственно, там зашиты специальные датчики, которые определяют время года и время суток, соответственно. И в зависимости от времени года и времени суток, 20-я программа, подсветка меняется. Соответственно, осенью вы находитесь во дворе, и вот эти краски заката, вот этот желтый, приятный цвет, вы не увидите физически, да? Соответственно, лампы повторят этот оттенок. Зимой он будет более холодный, соответственно, там какой-то весной он более чуть-чуть другой, эмоционально окрашенный и так далее. Это же так полезно для дела. И вечером автоматически они приглушатся для того, чтобы не мешать жителям, скажем так. Это автомат, да? Да, это все через датчики, автоматически все настроено. Вот, и третья часть, это то, что вот в общих зонах, в коридорах, в холлах, утром вы выходите в коридор, и там горит холодный, такой холодный цвет, чтобы вы проснулись. А вечером он автоматически переключается на теплый, и у вас, соответственно, сам организм реагирует, вам хочется идти домой, там тепло и уютно. Кушать хочется. Для нас, Валерий, так актуально, мы люди просыпаемся, которые очень рано, и выходим, если выходим в подъезд, и там вот это вот все горит, и невозможно, и хочется просто закрыться и уйти назад. И, соответственно, про двор, мы тоже спросили. Двор мы создавали совместно с компанией Вау Хаус, это создатели Крымской набережной, одного из самых чудесных в Москве мест, красивых. Соответственно, Крымская набережная, получается, часть Парка Горького, да, и большинство объектов Парка Горького тоже они создавали. Соответственно, мы ставили перед ними задачу, такой некий японский садик в какой-то степени, для детей это должны быть отсутствие каких-то прямых линий, дорожки, они частично травяные, они обитаются поворотами, там холмы, на которых растут большие растения, чтобы можно было, как сюрприз зашел, там за углом что-то другое. Соответственно, несколько зон детских, есть места для взрослых, есть такая уникальная штука, мы назвали, не назвали, а точнее, называется Напергало, это средиземноморский такой... Как на пляже. Как на пляже, такая вещь, которая нет потолка, но при этом деревянные рейки, определенные конструкции создают тень, соответственно, и есть объем, и при этом тень. Соответственно, вот это вот наш двор, которым мы гордимся. Здесь, получается, двор без машин, соответственно, все полностью, скажем, в подземный паркинг и машины там вокруг. Вот двор, он безопасный, что важно для детей, для наших жителей. Евгений, у нас прямо сейчас 30 секундчик осталось, а скажите, а что на первом этаже будет, я в плане инфраструктуры? Да, все первые этажи, это коммерческие помещения, которые будут обслуживать наших жителей, соответственно, вход в них с внешней стороны, и, соответственно, во двор попасть нельзя, не жителям, а посетителям коммерческих помещений. Получается, у нас есть все, но при этом двор такая закрытая территория. Безопасная территория. Ну там магазин фарикмайкерский, да, все, что необходимо. Газин фарикмайкерский, супермаркет и так далее. То есть, 2,5 тысячи квадратов все для наших жителей. Оно все уже продано, и, соответственно, уже наши будущие вот эти вот коммерсанты уже готовятся к открытию третьей чемпляры. Друзья, Евгений Большаков у нас в гостях, и это еще не все. Мы к вам вернемся через несколько минут и продолжим наш разговор. Любовь практически с первого слова у нас образовалась в квартал апартаментов бизнес-класса «Онли», о котором нам сегодня рассказывает Евгений Большаков. Ну и самый главный вопрос, Евгений, вот человек захотел приобрести, какие возможности у него есть? Ипотека есть? Конечно. По-моему, сейчас 10 банков. Сейчас вообще уникальное время брать ипотеку, потому что как-то так случайно получается, что раз в 4 года перед выборами ипотечные ставки действительно падают. И вот сейчас они очередной раз упали. Сейчас 9,5% у нас, при минимальном возносе 10%, соответственно, еще полгода назад такого просто было невозможно представить. Поэтому постепенно он у нас сейчас выросло до 40% просто. Мы сами полностью оформляем, берем на себя процесс этого согласования, оформление и так далее. Поэтому нужно помнить, что в случае, когда вы покупаете с отделкой, в стоимость ипотеки входят все ваши ремонты, отделки, кухни и так далее. Получается, иначе, если при покупке без, вы потом отдельно уже вне ипотеки будете деньги где-то выдергивать из своего бюджета. А это совершенно другой ценник, между прочим. Совершенно другие деньги. Так они растягиваются на большое время, и вы не замечаете. Вот. И сейчас уникальная еще такая, ну, как уникальная, для жилья, да, но мы ввели программу 3DIN. Это такая история, которая пришла к нам из автомобильного бизнеса. Когда вы приезжаете на своей машине, на старой, ее оценивают, если вас все устраивает, ее физически прямо оставляете, зачет идет, соответственно, и вы уезжаете на новой машине. Когда через, там, чуть больше полугода мы сдадимся, это будет вообще полностью как в автомобильном бизнесе, а пока мы еще оцениваем вашу квартиру, если вы согласны, мы ее реализуем, соответственно, а вы сразу же подписываете договор с нами на апартамент, на новый. Таким образом, как раз вы меняете свое старое жилье, оно продается в процессе, мы потом зачтем эти деньги просто, но у вас уже договор долевого участия на текущее. Все очень удобно. Евгений, а, кстати, интересный вопрос, а вот эта сделка с 3DIN, тоже так же называется, она занимает много времени вообще? Насколько она сложная? Ну, получается, в течение где-то минут 15 мы делаем экспресс-оценку примерно вашей недвижимости. Сколько? 15 минут? Ну, получается, это же классическая вещь уже. Понятно состояние, примерная стоимость будет понятна. Если вы согласны с этой стоимостью, подписываем два договора. Один договор трейд-ин, в котором мы обязуемся продать вашу квартиру в течение трех месяцев, а второй договор – это уже долевого участия, где зафиксирован за вами апартамент, соответственно, вы сделаете небольшую предоплату, и мы продаем вашу квартиру. Если она не продалась, мы возвращаем вам деньги, соответственно, нам очень важно. Ну и главное, вы не платите за процесс продажи. Вообще в Москве это примерно 1,5% от стоимости, а в этом случае мы берем расходы на себя. У нас времени не так много осталось, вот прям быстренько. Я знаю, что апартаменты разлетаются, как горячие пирожки. Что сейчас на данном этапе можно купить? Ну, пока еще… Все варианты планировок. Все варианты. Все варианты отделок. Отделка уже зафиксирована, вы можете выбирать. Раньше можно было сказать, я хочу либо эту, либо эту. Сейчас мы на такой стадии строительства, что уже мы зафиксировали, потому что куплены все уже материалы, производятся двери, кухни и так далее. То есть вы уже сможете выбирать светлый на этом или темный на этом этаже. Ну, это хорошо, когда выбор есть. Друзья, если вам это интересно, звоните, пожалуйста, по номеру 8495-241-5505-8495-5505. Застройщик ООО «Бизнес-парк Фили» проектной декларации на сайте onlydefisfilet.ru. Хочется сказать еще раз огромное спасибо нашему гостю. У нас в гостях был Евгений Большаков, коммерческий директор квартала апартаментов бизнес-класса «Онли». Потрясающе, очень образно, очень информативно все нам рассказали. Я уверена, что наши зрители и слушатели захотят приобрести апартаменты. Евгений, спасибо. Приходите, спасибо, до свидания. Хорошего дня. Утро страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ».